Девчонки, всем привет! Засолила сегодня обратно огурцы. Гром в молнии. Своим любимым способом. Я вам уже показывала, как я это делаю. Это огурцы без уксуса, без сахара, в банках. Но по вкусу они как в бочке. Если вам интересно, найдите у меня там видео. Там я жарю лисички и солю огурцы. Очень вкусные огурцы получаются. Через две недели они уже... Сейчас они у меня три дня постоят в тепле. А потом они будут доделываться. А потом через две недели их уже можно есть. Первую партию у меня уже все стрескали. А сейчас я вам хочу показать, как я запекаю перец. Я его тоже делаю для еды. Не на зиму. Я, к сожалению, не люблю консервацию. Так случилось, что я к ней уже нехорошо отношусь. Я, если честно, даже мою любимую, мой любимый огонек, ну или аджика там, по-вашему, даже ее не делаю на зиму. Если мне ее хочется зимой, ну я ее делаю, естественно, осенью, да. Но если мне ее хочется зимой, то я просто помогаю, покупаю помидоры. У нас продаются помидоры и ташкентские. Еще всякие разные. И 300 рублей стоит, и 500. И если я хочу купить, я сделаю свежак. Наемся с удовольствием. Прямо несколько баночек. И все. Я ничего не делаю вот такого. У меня на зиму только заморозка. Я не делаю ни варенья, ни соленья. Короче, огурцы, они у меня тоже не на зиму. Зимой я делаю капусту. Засаливаю с яблоками. С клюквой. По-грузински я делаю капусту. Вот, консервацию я не люблю. Это я так немножко о себе. Вот и перец тоже. Я сейчас делаю запеченный перец, чтобы тоже его сделать. И сейчас кушать. Потому что он такой обалденный. Такой вообще здоровский. Правда, я не очень люблю вот такой вот наш отечественный перец. Мне больше нравятся импортные. Вот такой перец я делаю тоже круглогодично. Просто покупаю несколько красных перцев. Особенно бывает так удачно где-нибудь в карусели. Или в пятерочке. Грубо говоря, акция на красный перец. Я прям тогда тоже покупаю несколько килограммов. И заделываю. Причем изначально вам будет казаться, что его много. Но если вы знаете, когда он запечется, его станет гораздо меньше. Вот так я провела свои выходные. Называется. Солила огурцы. Весь день сегодня грибами занималась. Тоже их чистила, резала. Убирала на зиму белые грибы, чтобы делать шаляпинские щи. Зимой очень сильно люблю делать шаляпинские щи. Мне очень нравится. А для шаляпинских щей нужны белые грибы. Там у меня, правда, смесь белых и подосины. Но тем не менее. Короче, если вы видите, что я делаю. Да? То, что я не по теме разговариваю вообще. Я чищу перец и режу его вот такими большими кубиками. Нам такими большими кубиками нравится. И такой перец, конечно, он красивый, так и внешне. Но мякоти в нем маловато. Поэтому это, конечно, будет ничего. Ну, не так балдежненько, как с импортным перцем. Я все-таки импортный перец больше люблю. В любом случае. Из-за мякоти. Какой получается он импортный перец фаршированный. С мясом прям съедаешь один перец. И все. И все. Окей становится. Красота какая. Что-то тут у нас попало. Вот это сейчас уже дорежем. Будет достаточно. Эти белые, где появляются, не получаются прожилки. Вы их уберите. Они нам не очень нужны. И семена нам тоже здесь не очень нужны. Не очень приятно кушать. Еще я добавлю сюда острый перец. Я сюда добавлю несколько штук. Потому что я тоже его очень сильно люблю. Запечен. Он классный такой. Вообще. Вложил красный перец. Любой. Паприку. И каенский. Туавская штука. В огурчики тоже сегодня положила. Все покупала для огурцов. Сейчас сюда тоже положил. Красный перец я вот так сделаю. Я его не буду мельчить. Я его просто разрежу на такие длинные полосочки. Желучий. Аж по запаху ощущаю. Аж морло сводит через нос. Дальше нам с вами нужно будет сюда добавить итальянские травы. Так щедренько посыпьте где-то столовую ложку примерно. Потом нам с вами нужна будет. Какая-нибудь либо гималайская либо просто морская соль. У меня вот морская. Просто морская. Что говорю? Господи, Боже мой. Реодированная в данный момент у меня. У меня гималайская закончилась. Сейчас едет она ко мне. Вот. Ну и, конечно же, оливковое масло Extra Virgin зелененькое такое полезненькое. Тоже вот так сверху по щедренькому полейте. Вот. я тут такую красоту наводила, вам не видно. Вот так вот получается у нас все с вами. Пойду поставлю запекать. Вот что у нас с вами получается в конце. Короче, пекла я его в микроволновке три раза по 20 минут. 20 минут пекла. Перемешивала. Снова пекла. там у нас такое маслице с соком образовалось. Вот. Очень вкусно. Все это кушайте с рыбой и с мясом. если, например, приготовить на обед. Очень ароматно. Лизочек мне сейчас говорит, мам, чем так вкусно пахнет? Пришла я говорю, Лиз, перцем печеным. Вот. Можно прям так сразу ставить на стол кушать. Я же просто это сейчас приложу в стеклянные контейнеры. Вот. Все остынет и уберу в холодильник. Потому что мне нравится все это холодненьким кушать. Такая вот получается закусочка. Очень полезные итальянские травы, ямалайская соль, оливковое масло и перец двух сортов. Все. Приятного аппетита. Огурчики у меня засаливаются. Закусочка готова. До новых встреч.